Я очень люблю красить волосы. Ни для кого это не секрет, кто со мной давно знаком. И поэтому сегодня я буду тестировать вот эту краску. Я уже пробовала ею красить на только что осветленные волосы и покрасились у меня только кончики почему-то. Я думаю, что, может быть, та краска была слишком бледная. У меня был Smoky Rose. Это малиновый. Я попробую, может быть, его подольше подержать или что-то еще. Эта краска, возможно, позиционирует себя как альтернатива, дешевая альтернатива колористе. Конечно, хотелось бы, чтобы она действовала, но, насколько я знаю, фара это не очень популярная марка. Ей украсится моя бабушка, потому что, по ее словам, уже ей терять нечего. Итак, тут сказано, что нужно на влажные волосы ее наносить. Надеюсь, у меня достаточно влажные волосы, чтобы она была. Итак, составляющая этой краски всего лишь такой тюбик. Просто содержимое этого тюбика нужно нанести и на колону. Вот еще в наборе есть перчатки и брошюрка, как нужно пользоваться. Несмотря на то, что я очень люблю яркие волосы, я надеюсь, что через неделю это смотрится. Хотя, еще неизвестно, как оно несется. У меня просто через неделю защита теплона. Обычно, когда я крашусь тоником или каким-то таким оттеночным, я как-то не очень аккуратно крашусь и не очень аккуратно его наношу. Сейчас я буду на пробор его наносить аккуратно, а по всей стороной бельгине просто размазывать. Самое главное прокрасить вперед, потому что на задницу мне все равно никто не смотрит. У меня ее нет. По идее, такие краски должны обволакивать волосы пленочкой. И эта пленочка должна держать свет. Кстати, тут сразу даже в упаковке написано, что это только для осветленных и светло-русых волос. Если у вас темные волосы, не пытайтесь, даже у меня мало шансов. Вот и пришел этот день, когда мой кот забрался по шторам. Не буду его останавливать, мне не нравятся эти шторы. Итак, вроде бы я все прокрасила. Надо переструкаться и ждать 40 минут. В общем, вот что получилось. Сразу предупреждаю, с кожи эта краска смывается очень тяжело. Вот здесь пришлось тереть. А еще у меня хорошо прокрасилась макушка и плохо прокрасились кончики. Очень странно для моих волос, на самом деле, обычно у меня прокрашиваются кончики, которые уже осветлены просто до изнеможения и не прокрашиваются. Более вылеченные корни, которые промазываются маслом и все такое. Вот так в итоге получилось. Мне очень нравится текстура волос и запах. Запах приятный, не едкий. И волосы легкие и хорошо отделены друг от друга. То есть они такие мягенькие, не сухие, в отличие от тоники, после которых мои волосы просто становятся как мочалка. Я думаю, что я немножко накрашусь и это будет выглядеть нормально. Мы сейчас посмотрим на реакцию Юры, когда он меня увидит. Здравствуйте. Здравствуйте. Молодар. Это все? Уходи. Блин. Ну классно. А ты так и задумывался переход? Нет. Конечно нет. Не, ну скажи всем, говори, что так и задумано. Хорошо. Так и задумано. Кос, как тебе твоя мамочка? Он мурчит. Ему нравится? Ему нравится. Тебе нравится твоя мамочка? Да. Ему вообще все равно. Бессердечный кот. А вот и правда, которую все ждали. Как же смоется эта краска? Прошла неделя. До защиты оставались считанные часы. Но краска не сможет. Эту краску я чем только не смывала. Я смывала ее маслом. Я смывала ее хозяйственным мылом. Кстати, помогает. В итоге, когда она смывалась, она становилась серой. То есть половина моих волос были серой, половина моих волос были розовыми. Ощущение, что после вечеринки подружка не держала мои волосы. И мне пришлось осветлить их. Потому что идти на защиту перед учителями с розовыми... Наполовину розовыми волосами... В общем... В итоге, мои волосы сейчас выглядят так. Ощущение, как будто у корней они смущаются, потому что они розовые у корней. Очень осторожно пользуйтесь этой краской, потому что я второй раз не рискну. Мне пришлось осветлять все волосы от начала до конца. Не только корни. Всем спасибо за просмотр. Я надеюсь, что это видео было очень полезно. Субтитры сделал DimaTorzok